Привет! Хочешь почувствовать себя настоящим сталкером-исследователем, не выходя из дома? Тогда устраивайся поудобнее. Сегодня нас ждут самые необычные находки и прогулки по заброшенным местам. Поехали! Один парень нашел вот такой затонувший корабль недалеко от островов Теркс и Кайкас. Говорят, почти 20 лет назад судно попало здесь в шторм и с тех пор стоит, привлекая лишь внимание редких исследователей. Кажется, почувствовать себя Джеком Воробьем еще никогда не было так просто. Этому парню круто повезло. В невзрачном гараже он нашел целую коллекцию дорогих машин, который можно было не спеша смотреть со всех сторон. А в лимузин Бентли ему даже удалось залезть. Не каждый день посидишь за рулем такой красотки. И десерт для знатоков. Взгляни на этот потрясный суперкар Ламборгини Мурселага, который не выпускают с 2010 года. Но он все еще чертовски хорош. Да и на таких тачках, кажется, тоже еще вполне можно устроить крутой заезд. В глубинке американского штата Виргиния можно наткнуться на самое криповое место нашей подборки. Просто представь, посреди пустого поля стоят больше 40 голов американских президентов. Какая история за этим скрыта? Мы провели мини-расследование и все узнали. Эти величественные бюсты должны были стать частью тематического парка, который закрыли больше 10 лет назад из-за убытков. Статуей решил спасти местный энтузиаст. Правда, за неимением площадки разместить ему их пришлось в обычном поле. Ты наверняка никогда не видел ничего подобного. Более двух сотен вагонов, просто-напросто брошенных посреди аризонской пустыни. Так они стоят здесь уже несколько лет, потому что американская железнодорожная индустрия переживает кризис, и поезда просто не используются. Найти на старом аэродроме брошенный Боинг 737 — это, конечно, здорово. Но что еще лучше — забраться на его крыло, залезть в открытую дверь и внимательно рассмотреть все, что внутри. Готовы поспорить? Здесь ты бы и сам с удовольствием побродил. Это самый настоящий заброшенный МакДак, который закрыли еще 15 лет назад. Жаль, никто не догадался перед уходом оставить в холодильнике пару бургеров и наггетсы, чтобы проверить, что с ними станет. Вот еще один заброшенный гараж, который каким-то чудом избежал набега преступников и сохранил внутри уникальные модели машин вроде Maserati и Rolls-Royce. А этот Lamborghini Diablo, кажется, не пылился в гараже месяцами, а только что выехал из автосалона. Чаще всего люди, которые совершают необычные находки, ничего с ними не делают. А вот эти ребята, которые нашли заброшенные катера в заснеженном Торонто, решили поступить по-другому. Парни полностью отремонтировали лодки в собственной мастерской и подарили им вторую жизнь. Опытным сталкерам скучно ходить по обычным гаражам, поэтому они выбирают более оригинальные места. Например, вот эту полузатонувшую ремонтную мастерскую для кораблей. Проникнуть внутрь может быть довольно опасно, потому что в любой момент можно провалиться под лед. Зато это безумно увлекательно. Сам посмотри, тут сохранилось огромное количество бортовых приборов и оборудования в превосходном состоянии. Хорошо, кладбище кораблей мы уже видели. А как насчет кладбища вертолетов? Именно на него похоже эта заброшенная стоянка авиатехники, где годами стоят нетронутые Ми-24, Ми-26, К-26 и другие вертушки. В обычной жизни для того, чтобы проникнуть внутрь такого вертолета, нужно постараться, а здесь можно хоть часами рассматривать кабину и все то, что скрыто от чужих глаз. Выглядит все это как сцена из сериала про маньяка, но на самом деле перед тобой всего лишь заброшенный кабинет стоматолога с коллекцией зубов пациентов. А вот почему он заброшен, это уже другой вопрос. Это рыболовное судно длиной около 12 метров случайно обнаружил под водой экипаж одной субмарины, и оно так хорошо сохранилось, что хоть сейчас поднимай его на поверхность и продолжай рыбачить. Когда этот военный объект выбросило на побережье солнечной Флориды, очевидцы разделились на два лагеря. Кому-то не терпелось рассмотреть его поближе, а кто-то в панике убегал с пляжа. Спасайся, кто может, это ведь невзорвавшаяся крылатая ракета, которая на самом деле оказалась беспилотником американских ВВС. А в океан он попал потому, что его использовали в качестве воздушной цели во время учений. Еще более интересная находка для любителей военной авиации — целая группа разбившихся бомбардировщиков B-52 прямо посреди безлюдной пустыни. Такие апокалиптические декорации отлично подошли бы для фильма-катастрофы, согласись. Еще одна находка, которую можно совершить в пустыне — отыскать целый мини-парк военной техники. Возможно, когда-то она выполняла роль тренировочной цели для каких-то учений, но теперь, кажется, больше никому не нужна. Иногда бывает очень полезно разобрать старые вещи в доме родственников. Одна женщина, например, отыскала на чердаке у отца редкую коллекционную вещь — доллар, который выпускался во время президентства Кеннеди. Любители конспирологии, кстати, даже нашли на таких банкнотах намеки на заговор против убитого президента. Но это еще не все находки. Например, она также нашла несколько монет с изображением самого Кеннеди. Сегодня некоторые из них можно продать за тысячи долларов. Правда, автор видео совершила роковую ошибку — зачем-то почистила монеты, а по правилам опытных нумизматов делать это категорически запрещено. Еще на чердаке нашелся целый сундук с другими монетами и купюрами старого образца. К счастью, их женщина догадалась не чистить, а, разложив все по пакетикам, отправилась на оценку сокровищ к специалисту. Кроме того, на чердаке нашлась еще и богатая коллекция оружия, а также более 20 винтажных фотокамер, за которые любой энтузиаст с радостью отдал бы все свои сбережения. Когда исследователи впервые увидели эту таинственную кирпичную дорогу на дне океана неподалеку от Гавайев, они было подумали, что попали в страну Оз. А некоторые зимаки и вовсе заключили, что дорога ведет в затонувшее государство Атлантиду. Тем более, что предполагаемые кирпичики выглядят так ровно и аккуратно, словно их укладывал человек. Но наука, к сожалению, говорит, что это всего лишь результат тысячелетней вулканической активности. Перед тобой уникальное кладбище бомбардировщиков Су-24. Это сверхзвуковые самолеты, которые способны осуществлять удары с предельно малых высот в обход зоны действия радаров ПВО. Обычно вход на такие объекты запрещен, даже если они заброшены. Но этот парнишка кажется не из трусливых. Вот этот же парень отыскал ракетные полигоны. Возможно, вместе с этим случайно раскрыл парочку гостайн. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Эти двое друзей действительно любят пощекотать себе нервишки. Часто они вдвоем отправляются в лес и ищут там заброшенные объекты. На этот раз им особенно повезло. Глубоко в зарослях они нашли криповый полуразрушенный домик, в котором никто не жил. Внутри царил полный бардак, среди которого было сложно найти что-то интересное. Но друзья терпеливо осматривали все, что попадалось на глаза, и вскоре — бинго! Нашли целый склад боеприпасов. Порывшись в личных вещах бывшего владельца еще немного, они отыскали листовку места вооружейного клуба и заключили, что хозяин дома, вероятно, был его председателем. В мастерстве исследования заброшек автор этого ролика всех переиграл. Ему каким-то образом удалось попасть в пустой шато одного композитора и найти там десятки эксклюзивных пианино, общая стоимость которых составляет примерно 225 тысяч долларов. Дайверы делятся на несколько типов. Одни обожают рассматривать красочные кораллы, вторые — плавают с акулами, третьи — охотятся за необычными находками. Как тебе, например, вот такая затонувшая субмарина, которую группа ныряльщиков совершенно случайно обнаружила неподалеку от канадского побережья? Но есть еще более продвинутые дайверы. Они вообще погружаются на дно океанов и морей, вооружившись металлическим детектором. Зачем, спросишь ты? Ну как зачем? Например, чтобы отыскать в песке роликс стоимостью 35 тысяч баксов. Кажется, на этом видео какой-то человек случайно нашел одну из крупнейших гробниц фараонов в Египте. Если это действительно так, то о собственном финансовом благополучии до конца жизни он может уже не беспокоиться. Нередко интересные открытия совершаются не в экспедициях, а во время виртуальных прогулок по гугл-картам. Посмотри, какую штуковину там случайно нашел один блогер. Любители заговоров, конечно, тут же предположили, что это нацистский бункер. А на самом деле это просто затонувшее судно для полярных экспедиций. Трудно сказать, что здесь произошло, но явно что-то загадочное. Ждем твою версию в комментариях. Есть идеи, что это за водоем? Искусственный прудик? Старинный бассейн? Колодец? Как ни странно, перед тобой родник, но не обычный, а карстовый. Это источник Фосседион во Франции, из которого за секунду вытекает более 300 литров воды. А в глубине родника скрыто целое подземное царство со множеством лабиринтов и узких проходов. Долгие годы исследовать его было нельзя, потому что однажды здесь погибла пара дайверов. Ну а теперь исследования возобновились, и кто знает, что еще там найдут. Кажется, закладные детали для стен в наши времена дороже, чем смартфоны, потому что иначе как объяснить эту находку, которую случайно сделали покупатели старого дома во время ремонта. На сегодня все, приятель. Ставь лайк, если смотрел с интересом. Пиши в комментариях, какая находка показалась тебе самой впечатляющей, и делись своими историями. До встречи в новых роликах! Любишь кино, но не всегда находишь пару свободных часов? Подписывайся на канал «Соленый попкорн». Здесь в деталях раскрываются сюжеты самых крутых фильмов, которые точно стоит увидеть. Заинтригован? Тогда ждем на следующем сеансе. Не забудь захватить с собой попкорн. Приятного просмотра! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok